Сталин – эффективный управленец, выигравший войну, принявший страну с сахой, оставивший с атомной бомбой, или диктатор, организовавший репрессии и сломавший уклад жизни огромной страны. До сих пор вокруг фигуры вождя ведутся страстные споры, и даже в годы расцвета культа личности у Сталина было множество недоброжелателей. Он пережил несколько покушений, а его смерть дала почву слухам о заговоре в ближнем правительственном кругу. В этом ролике мы расскажем о самых отчаянных попытках убить генсека. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокол. Мы начинаем! Пятое место. Револьвер в штанах. 1931 год. Как ни странно, до 16 ноября 1931 года многие лидеры советской верхушки нередко прогуливались по городу пешком. Но все изменилось этим осенним днем, когда вождя едва не застрелили во время променада. После трех часов дня генсек в сопровождении охраны направлялся в свой рабочий кабинет по улице Ильинка. Внезапно в его сторону стал двигаться мужчина, который пытался что-то достать из своего кармана. Но в этот момент киллер замешкался, а уже через секунду охранники Сталина стремительно скрутили незнакомца. На допросе мужчина якобы представился Леонидом Огаревым. Однако в советских спецслужбах уже знали, что в Москве в тот момент действовал агент британской разведки, известный под фамилиями Платонов и Петин. На допросе выяснилось, что представившийся Огаревым и есть тот самый шпион, а еще эмигрант и бывший белогвардейский офицер. В Москве он должен был заниматься лишь сбором разведданных, но встретив случайно Сталина на улице, задумался о покушении. Вскоре Платонова-Петина осудили за терроризм и расстреляли, а лидеры партии подписали резолюцию. Пешее хождение по Москве товарищу Сталину надо прекратить. Четвертое место. Мокрое дело. 1939 год. Это покушение могло бы стать одним из самых дерзких в истории, если бы все-таки случилось. Еще бы, ведь Сталина планировали убить прямо в ванной, в тот момент, когда он был максимально беззащитен. В 1938 году руководителя дальневосточного НКВД Генриха Люшкова внезапно вызвали на ковер в Москву. Страна переживала времена большого террора. Люшков понял, что в столице его не ждет ничего хорошего. Перешел границу с оккупированной Японией Манчжурией и немедленно отправился в Токио, чтобы купить себе свободу за секретные сведения об обороне Советского Союза. Среди прочего, предатель подробно рассказал о системе охраны одной из дач Сталина в Сочи, которую когда-то он выстраивал лично. По периметру участка были разложены мины и выставлены десятки охранников. А в море и в небе неподалеку дежурили боевой корабль и два самолета-истребителя. Единственная лазейка – подземная труба, по которой в соседнюю лечебницу в Мацесте поступала минеральная вода. Через нее можно было легко пробраться к принимающему лечебную ванну Сталину. Уже через год Люшков руководил операцией по убийству советского вождя. Шесть белогвардейцев вместе с перебежчиком пытались проникнуть на территорию Союза через турецкую границу, но пограничники встретили группу пулеметной очередью. Выжившим, включая Люшкова, удалось вернуться в Турцию. Операция провалилась. После неудачи японцы пытались убить Сталина и руководство СССР еще раз. На майской демонстрации 1939 года. Агент с поддельными документами должен был пройти в Мавзолей и заложить там мину замедленного действия. Об операции спецслужбам доложил советский разведчик, работавший под прикрытием в Японии. Охрана Кремля была усилена и планы диверсантов сорвались. Генрих Люшков, вплоть до конца Второй мировой, сотрудничал с японской разведкой. А когда стало ясно, что Япония терпит поражение и близка к капитуляции, бывшего НКВДшника ликвидировали сами японские офицеры. Чтобы тот не оказался в руках противника. Третье место. Смертный час. 1942 год. 6 ноября 1942 года на Красной площади стоял ефрейтор зенитно-пулеметной дивизии Савелий Дмитриев, выдававший себя за часового. В Евруках была винтовка с запасом патронов. Пару часов назад он самовольно покинул расположение своей части. В 14 часов 50 минут из Спасских ворот выехал правительственный автомобиль. Как только машина приблизилась к лобному месту, Дмитриев выстрелил по ней три раза. Возможно, Савелий планировал убить Сталина, но вместо него в авто оказался нарком внешней торговли Анастас Микоян, который, кстати, не пострадал. Охрана министра попыталась схватить Дмитриева, но тот начал отстреливаться. В сторону террориста даже прилетело две гранаты, после чего он, наконец, сдался. После долгих допросов Савелий признался, что перепутал машины. Тогда следствие попыталось найти связи Дмитриева с контрреволюционерами или нацистами, но безуспешно. Возможно, у Дмитриева были проблемы с психикой, ведь во время одного из исследований у медиков он пожаловался на слуховые галлюцинации. Несмотря на это, невменяемым Дмитриева так и не признали, а в 1950-м он был расстрелян по приговору суда. В 1943 году стало ясно, что гитлеровская Германия терпит поражение в войне. Лидеры Советского Союза, США и Великобритании, Сталин, Рузвельт и Черчилль, договорились встретиться в Тегеране для того, чтобы обсудить возможность открытия Второго фронта и дальнейшую стратегию. Однако еще за месяц до самой конференции эти планы стали известны нацистской разведке. Руководство Рейха считало будущую конференцию отличной возможностью устранить Сталина, Рузвельта и Черчилля одним махом. Операцию назвали «Длинный прыжок», а ее руководителям назначили «Лицо со шрамом» от Тоскорцени. Его Гитлер уважал за освобождение и заключение свергнутого итальянского диктатора Бенито Муссолини. Нацисты планировали, что в Тегеран отправятся две группы диверсантов. Первая проведет разведку и составит детальные планы операции, вторая, во главе со Скорцени, похитит и убьет лидеров. Однако прыжок прервался в полете. Покушение помог предотвратить советский разведчик Николай Кузнецов, служивший обер-лейтенантом вермахта под вымышленным именем Пауль Зиберт. Чтобы легко входить в доверие к информаторам, Николай угощал их выпивкой и нередко давал денег взаймы. Один из немецких офицеров, задолжавший Кузнецову, Спьяну предложил возместить долг иранскими коврами, которые он привез бы из Тегерана после завершения операции. Разведчик выпытал подробности будущей поездки германских агентов в Тегеран и передал их Москве. Сами немцы тоже поняли, что их план раскрыт, и дали отбой. Эту шпионскую историю многие называют выдумкой. Некоторые западные историки и вовсе считают, что ее сфальсифицировал Сталин, чтобы завоевать доверие Рузвельта. Ведь и сам Отто Скорцени опровергал существование плана покушения в Тегеране. Более того, как полагают эксперты, подготовка столь высокого саммита включала в себя беспрецедентные меры безопасности, и столь масштабная операция нацистов была просто невозможна. Первое место. Шоу с переодеванием. 1944 год. Если операция «Длинный прыжок» многими ставится под сомнение, то это покушение, за которым стояли нацисты, точно готовилось. В 1944 году, безнадежно проигрывая войну, Гитлер надеялся, что убийство Сталина станет шоком для всего Советского Союза и поможет вермахту переломить ход событий. На роль киллера Рейх назначил советского диверсанта Петра Ивановича Шила. Еще до войны он был трижды осужден за растрату госказны и каждый раз уходил от следствия, подделывая документы. В 1942-м Петр под новой фамилией Таврин добровольно перешел к немцам и с тех пор готовился стать агентом. По плану он должен был убить Сталина во время празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Чтобы агент прошел в Кремль, ему подготовили поддельные документы ветерана войны и сотрудника организации СМЕРШ. Для пущей убедительности был изготовлен даже фальшивый номер газеты «Правда» с фотографией Таврина и статьей о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Помимо этого агенту предоставили форму, награды, орден Ленина и золотую звезду Героя, портфель со встроенным взрывным устройством и даже особое черное кожаное пальто с расширенным правым рукавом. В него должно было поместиться специальное оружие «Панцеркнаке» — наручный гранатомет, пробивающий бронированный автомобиль с расстояния в 300 метров. 5 сентября 1944 года Таврин вместе с женой Лидией Шиловой отправились на задание. На территорию СССР их должен был забросить самолет, но советские зенитчики его заметили и сумели подбить. Пилоту удалось совершить жесткую посадку, после чего агенты пересели на мотоцикл, который они привезли с собой и отправились в сторону Москвы. Уже неподалеку от столицы, на дороге, мотоцикл остановил сотрудник НКВД для проверки документов. Таврин продемонстрировал удостоверение личности и награды, не зная, что это и выдаст его с головой. Псевдо-герой Советского Союза не знал, что с июня 1943-го ордена в виде звезды носятся на правой стороне груди, а не на левой. Кроме того, спецслужбам уже было известно и об упавшем немецком самолете, и даже об особенном пальто шпиона, отправленного в СССР. Им сообщил об этом завербованный в Германии портной. На допросе шпионы во всем признались. Их посадили в тюрьму и еще несколько лет использовали в интересах советской разведки. Только в 1952-м Петра Таврина и Лидию Шилову расстреляли. Несмотря на то, что ни одно из покушений на Сталина не закончилось успехом, обстоятельства его смерти по-прежнему не дают покоя любителям конспирологии. 28 февраля 1953-го на ближней даче в Кунцеве отец народов смотрел фильм в компании соратников «Хрущева», «Берии», «Маленкова» и «Булганина». Целые сутки после ухода гостей он оставался в своих комнатах и никого не вызывал. Хотя охрану беспокоило нарушение привычного распорядка, зайти к нему никто не решался. Предлог представился лишь ближе к ночи 1 марта. Пришла свежая почта. Один из охранников обнаружил беспомощного Сталина, лежащим на полу в столовой. Личный врач генсека в то время отбывал наказание в тюрьме по подозрению в предательстве. Поэтому на дачу срочно вызвали все ту же четверку ближайших соратников из политбюро. По приезде они увидели, что Сталин спит и сделали охране замечания за поднятый на пустом месте переполох. Только на следующее утро все окончательно убедились, что лидер не в порядке, и допустили к нему врачей. Высокое давление, паралич правой стороны тела, потеря речи, стало ясно, что у Сталина инсульт. Со 2 марта члены ближнего круга по очереди сидели у его кровати, и успевали выезжать в Кремль на получасовые заседания правительства, менять структуру власти. 5 марта 1953 в 2 часа 50 минут сердце Сталина остановилось. По скорбящей стране сразу поползли слухи. Якобы при вскрытии патологоанатом обнаружил признак отравления, кровоизлияния в желудке. А уже через неделю и сам врач, выдающийся профессор, внезапно умер. Но никаких других прямых улик в пользу версии об убийстве нет. По официальным данным, Сталин скончался от инсульта, вызванного гипертонией и атеросклерозом. После его смерти бразды правления в партии и в стране взял в руки энергичный и влиятельный Никита Хрущев. А как вы думаете, была ли смерть Сталина естественной, или это было убийство? Кому смерть вождя могла быть на руку? И как повернулась бы история, если бы одно из прежних покушений достигло своей цели? Пишите свои мнения в комменты. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокол. Мы расскажем еще много захватывающих историй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok